Пссс, нагибатор, поставь лайк, подпишись на канал и напиши свой ник в комментарии, в следующем видосе оглашу того, кто выиграл Коктейнер. Давай, удачи! И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас будет разговорный видеоролик, посвященный новой игровой валюте, если кто еще не в курсе, это танк Койны. Не танк Койны, а танк Койны, который уже совсем скоро у нас появится в игре. Вчера у нас был видеоблог, посвященный данной теме, и я сегодня хотел бы в данном видеоролике разобраться вообще что да как, в чем плюсы, в чем минусы данных танк Койнов. Я думаю, что это довольно-таки интересная тема, да и вообще разобраться провал ли это проекта, или же может это какой-то божественный плюс, с которым потом будет либо интереснее играть, либо будут от этого какие-то преимущества. В общем, обо всем этом, даже какие-то свои мысли сегодня я попытаюсь высказать. Но перед тем, как мы начнем рассказ по нашей второй игровой валюте, я бы хотел бы сделать такой вот небольшой опросик. Если вы, ребят, хотите, чтобы в ProBitw'ах у нас появились в ближайшее время X2Fund'ы, то обязательно не забудьте прямо сейчас поставить лайк, и я хотел бы вообще посмотреть, насколько вам интересны X2Fund'ы в ProBitw'ах. Да, я понимаю, матчмейкинг, он у нас в последнее время просто по КД на каждых ивентах имеет X2Fund'ы, а вот что касаемо ProBitw, то тут у нас уже давно ничего не было, и я считаю, что это вообще очень печальная вещь. Так, ну что ж, что насчет у нас танк Койнов? Насчет танк Койнов у меня есть пару своих теорий, зачем это все дело делается. Сейчас начнем, наверное, с того, что в похожей нам игре World of Tanks давным-давно уже появилась данная вторая валюта, но у нас в игре ее не было. В свое время я давным-давно еще думал, блин, а почему в танках еще до сих пор ее нету? По типу в примерно такой же игре, да, как бы, ну, танки любят перебирать у других игр что-то интересное, данная валюта уже имелась. Ну вот, наконец-таки, наши танки тоже доходят до этого, ну и сказать, что это круто, ну, я не сказал бы, что это круто, да, возможно, есть какие-то определенные плюсы в этом, но по большей части я бы сказал то, что от этого толку мало. Да, разработчики ищут новый вид заработка, но плюс от этого игрокам, ну, практически вообще нету, да, для всех тех ребят, которые не любят в игру донатить, это, ну, не внесет никакие-то новые перспективы, ничего хорошего оно не даст. Что касаемо донатеров, то здесь в какой-то степени может быть им плюс за счет того, что вы, условно говоря, будете получать танкойны за выполнение челленджей, именно об этом говорили у нас в видеоблоге, вот сейчас вот, например, я открываю челлендж, да, вы видите здесь пустые слоты, возможно, все вот эти вот пустые слоты, которые они делают у нас сейчас в челленджах, будут потом забиты танкойнами, да, понятное дело, что это будет маленькое количество, и, условно говоря, если в магазине там пусть будет экстишка стоить 5000 танкойнов, да, то, условно говоря, вы будете с этого челленджа там получать, ну, хорошо, там, если 10 этих танкойнов, это точно не будет какое-то большое количество, и если вы захотите потом, да, вы, например, там, накопите себе 1000, да, посмотрите, блин, экстишка стоит 5000, я ведь могу добавить 4К и купить себе эту экстишку, да, именно вот на этот акцент делают разработчики, я считаю, что в какой-то степени это неплохой ход, но, по сути, делать сейчас, опять же, акцент на этот челлендж, с которого я в предыдущем ролике вообще горел, ужасно, кто смотрел тот красавчик, кто знает вообще мое мнение по поводу этих челленджей, и делать сейчас акцент, опять же, на них, когда в игре онлайн падает, ну, я не считаю, что это чересчур разумно и чересчур правильно. Посмотрим вообще, какие коррективы внесут в игру именно данные обновления, ну, и также разработчики еще по данной теме говорят то, что это все делается для того, чтобы те ребята, которые играют в танки онлайн мобайл, да, то есть они играют все с телефонов, тоже имели процент скидок в какие-то ивенты, потому что сейчас с тем балансом, можно так сказать, который у нас имеется в игре, нельзя сделать скидки в мобильной версии игры. То есть, значит, в какой-то степени будет акцент сделан на мобильщиков, да, и в целом для меня это далеко не удивление какое-то, потому что, по сути, сейчас онлайн где-то пилится пополам, все новые игроки, которые, по сути, приходят в игру, приходят играть на мобилке, они по большей части, наверное, даже сейчас и вкладывают в игру свои деньги, нежели те игроки, которые играют с компом. Да, может быть, в каком-то там процентном соотношении все равно компьютерные игроки вкладывают больше, но я думаю, что вот те ребята, которые с мобил играют, которые выполняют челленджи, я думаю, что заносят прибыль в проекту довольно-таки неплохую, поэтому делать акцент на то, чтобы были у мобильщиков тоже преимущества и были скидки на всех ивентах, в какой-то степени это правильно, да, это такой более такой тактический и грамотный экономический, наверное, ход. Но, с другой стороны, как я уже и сказал, делать, опять же, акцент на эти челленджи, когда у тебя выходит все одно и то же, ну, это глупо. Поэтому, насколько это целенаправленно и правильно вообще делается, мне, если честно, сложно сказать. Единственный момент, который я бы хотел сегодня предсказать, это то, что с помощью данной новой игровой валюты в дальнейшем можно будет приобрести вооружение, которое не сможет никто приобрести просто за условные кристаллы. И я вот, честно говоря, вот не удивлюсь, если так и будет, потому что, по сути, проект, ну, потихоньку-потихоньку сдает свои позиции, и разработчики будут пытаться выжать из него максимум, им по-любому надо иметь какой-то процент вот с каждого месяца дохода, да, который их будет устраивать. И когда процент донатов будет падать, надо будет придумывать что-то новое. И я не удивлюсь, если совсем скоро у нас появится, условно говоря, за новую игровую валюту, за танкойны, какие-то новые вообще вооружения, да, или, условно говоря, они будут микропрокачаны лучше, да, и за счет этого вы сможете, например, там в катках проще нагибать, или вообще это что-то будет новое, уникальное, да, это не просто там какой-то скин, там, экстишка, легаси, а это будет реально то, что будет вам приносить эффективность в бою, то есть вам, вы будете уже превосходить противника по модификации, да, то есть, условно говоря, у вас, может быть, там будет М4 с половиной, а у противника будет там четверочка максимальная, потому что он играет в игру без донатов, без танкойн. Да, почему бы и нет, я думаю, что это вообще вполне реальная тема, потому что, например, условно говоря, я привожу пример свотом, там имеются премиумные танки, и в какой-то степени, да, есть моменты, они имеют место быть, да, и вообще дают свой плюс, плюс там еще есть за прем-выстрелы, да, то есть, ну, поэтому все может быть у нас в игре по этому поводу, и единственное, что я хотел добавить, это то, что то количество, которое вы будете получать танкойнов, оно явно за бесплатно, да, оно будет явно очень маленьким, нежели то количество, которое вам будет нужно для покупки условных, там, скинов, да, я понимаю, что без доната, да, с моим огромнейшим желанием получить, например, XT Striker, ну, если вы, ребят, смотрите видеоролики, то вы знаете, насколько я хочу получить себе в гараж данную XT-шку, я понимаю, что это будет сделать очень сложно, и, скорее всего, на это понадобится очень много времени, возможно, я даже уже и в проект не буду играть, когда у меня накопится такое количество танкойнов, которое будет необходимо для покупки XT-шки. На этом наш сегодняшний видеоролик подходит к концу, оставьте, ребят, в комментарии свое мнение по поводу новой валюты, что вы вообще сейчас думаете, провал это проект или не провал, или же в какой-то степени это будет, наоборот, круто, если вы донатите в игру, а если вы не донатите, то стоит ли вообще вводить эту новую валюту? Отпишите свое мнение по этому поводу, интересно было бы вообще почитать. Комментарии, конечно же, читаю комменты, конечно же, ставлю там такие красивые сердежки, поэтому пишите комментарии и я, конечно же, обязательно их прочитаю. Ну а на этом наш сегодняшний видеоролик подошел к концу, всем спасибо, ребят, за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok